Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Наконец-то мы подошли к теме, которую хотели прокомментировать уже достаточно долго, несколько месяцев, если обо мне говорить. Александр Семенов, наш известный эксперт и политолог. Итак, Александр, мы с вами договорились встретиться, когда будет уже где-то на 90 с лишним процентов все ясно с Рязанской городской думой, и тогда по составу пройтись железной рукой политологии, как говорится. Вот что вы, я знаю, там и множество всяких у вас выкладок и цифр, все есть, потому что работа была большая. Ну, если говорить по составу, то вот как бы последнее распределение мандатов, это у «Единой России» прошло, и теперь как бы более-менее ясен персональный состав. Здесь вот как раз необходимо отметить, что состав стал более дифференцирован. То есть традиционный такой состав Рязанской городской думы, ну, от нулевых годов, это в основном кто? Представители бизнеса, особенно представители различных застройщиков, от них депутатов всегда хватало, да, это какие-то чиновники, там бывшие, да, вот которые уходили в городскую думу, ну, видимо, на такую почетную некую пенсию, и это партийные функционеры. Да, если на сегодняшний день мы посмотрим, то вот это вот соотношение, оно резко поменялось, поменялось в сторону представителей социальной сферы. То есть если посмотреть, там у нас порядка четырех главврачей, да, у нас учитель известный, Екатерина Филиппова, да, вязань, директор школы, журналист опять-таки Евгений Зызин, да, руководители благотворительных общественных организаций, чего я вот, ну, наверное, с начала 90-х я не помню такого персонального состава. Да, то есть остались представители бизнеса, но они в основном прошли по одномандатным округам, то есть это уже такие старые известные депутаты, да, у которых в своем округе, как бы, есть авторитет, есть реальные дела, они прошли. Но вот это вот изменение, оно как раз позволяет говорить, предполагать о том, что, в принципе, возможен та повестка Рязанской городской думы, которой она была, да, она может очень сильно кардинально измениться в том плане, что если раньше посмотреть повестку, да, то очень много было вопросов, допустим, по выделению земель, да, и так далее, там потом тем или иным образом завязаны на какие-то бизнес-интересы. Вот сейчас бы хотелось, конечно, больше увидеть в повестке вопрос в социальной как раз сфере, тем более проблем тут хватает, тут и очереди в детские сады, и проблемы экологии, и как раз вот количество депутатов, которые, так скажем, в теме, то есть знают эти проблемы изнутри, оно резко увеличилось, и, естественно, я думаю, что вот этот депутат и представитель социальной сферы, они будут делать акцент, менять акцент. Я вот даже позволю себе вставочку с точки зрения журналистов. Если раньше мы, например, спрашивали журналистов, а что же вы вот там врачи не поддержите, что же за детские сады-то никак не вступитесь, и от депутатов видели, ну, извините, был такой оловянный глаза, и что-то типа того, что, ну, у меня там дома отстроятся. Ну, когда человек не разбирается в вопросе, в проблеме, то, ну, какое решение он может принять? Для себя я все сделал, у меня там, а это все... Да, да, да. Теперь хоть из кого спроси. Вот это вот изменение такое, оно очень существенное, да, вот в персональном составе, я думаю, это будет и качественное изменение по тем вопросам, которые Рязанская городская дума решает. Ну, оно обязано быть, наверное, даже так вот. Что касается, ну, самих выборов, уже неоднократно говорил, в принципе, все те социологические исследования, которые проводились нами, они просто-напросто результатами выборов подтвердились. Да, тут было две особенности в этих выборах важные, которые повлияли вообще на ход выборов. Ну, первое, это вот либерализация партийного законодательства, да, отсюда 21 партийный список, да, то есть бюллетень на двух, как бы, листах, да, то есть это повышало конкуренцию, с одной стороны. А с другой стороны, вот определение, федеральное определение единого дня голосования, второе воскресенье, сентября. Позвольте мне, как у Высоцкого в песне, помню, теперь позвольте пару слов без протокола, чему у нас учат семья и школа. Я прочитал вашу статью или там запись интервью с вами в одном из рязанских информагентств, вот, и комменты, так сказать, людей, которые, ну, обычно такие сердитые, суровые, значит, люди, которые режут правду матку, давайте с ними сейчас поговорим, я эти комменты переписал, и я, ну, делаю скидку на лексику определенно, тут, в общем-то, все нормально, ну, лучше уж я так сказать. Я вам вот эти вот вопросы... Итак, вот вы говорили о том, что в Думе много представлено профессии, да, и слоев. Коммент такой, в общем, болтунов в Думе теперь еще больше стало. Ну, это традиционное, как бы, негативистское отношение, да, в первую очередь, и в первую очередь, я думаю, это связано с тем, что очень многие горожане, особенно те, кто пишут комменты, те, кто рассержены, они вообще слабо себе представляют полномочия Рязанской городской думы, зачем она вообще существует, да, Рязанская городская дума – это представительный орган местного самоуправления, то есть, по сути своей, это наши с вами представители, и когда там преобладало большинство бизнесменов, да, при том, что если брать социальную структуру населения Рязани, ну, бизнесменов где-то 3% от всего населения, да, то есть, каким образом мы можем говорить о том, что это был представительный орган? – Да, но теперь же вот состав, он стал такой более разнообразный, да, и действительно, мы можем говорить, что дум становится представительным, да, то есть, там появляются люди, которые представляют интересы разных социальных групп, и это важно, это и есть, как бы, основной инструмент демократии. – Еще вопрос. – Читая, вы уж извините, господин Семенов, а вы не в курсе, что 75% рязанцев не участвовали в этом мероприятии, что ЕР сама себя выбирала, по идее выборы не состоялись, я не говорю о фальсификации, частично вы уже ответили, но давайте прям 30 секунд соберем. – Да, ну, опять, этих 75% – это выборы данных людей, да, право избирать – это право, гражданин может ей воспользоваться, может не воспользоваться. Хочу сказать, что у нас, вот, если сравнивать, допустим, с другими регионами, и там, где выборы были более значимые, скажем, выборы мэра Москвы, опять-таки, явка в районе 30%, да, хотя это и на федеральном уровне, да, и такая широкая, обширная информационная программа была. – А там, могучая оппозиционная, это бы идея. – Да, компания, да, оппозиционная компания, там, Алексея Навального в интернете, да, но не пришли москвичи, не пришли, да, в то же самое время, на сегодняшний день у нас нет такого понятия, как порох явки, когда выборы состоялись, не состоялись, в следствии с этим. При этом, если посмотреть, допустим, сравнить с развитыми демократиями, с европейскими, с Соединенными Штатами Америки, явка там, на местном уровне, она также где-то в районе 30%, да, мы, поэтому, наоборот, говорим гражданам, приходите, голосуйте. Если ты пришел, проголосовал, да, твой голос учли, у тебя есть надежда на то, что твои интересы будут учтены. Если же, как бы, ну, сходить к такой, к негативистской позиции, да, там, что голосуй, что не голосуй, ну, тогда действительно будет выбирать тех, кто приходит, просто приходит. И еще последний, он, кстати, и последний вот здесь в комментах, ну, на тот день, когда я это все записывал, пишет, ну, что вы прицепились к человеку, сказал бы правду, сразу стал бы неизвестным политологом. Там вас называют известным или неизвестным. Его же власть кормит вниманием, вот и лижет руку. Ну, тут, извините, вот тут я лексику не нарушаю. Ну, власть меня не кормит, да. Да, профессия политолога предполагает объективный независимый взгляд со стороны. Когда политолог начинает работать на ту или иную партию, да, он перестает быть политологом как таковым. Мы его можем называть идеологом, политтехнологом и так далее, и тому подобное. Вот еще раз подчеркну, то, что есть недовольные, как правило, недовольные из стана проигравших, да, в первую очередь, недовольство это связано с тем, что у них были явно завышенные ожидания. В том числе из-за того, что они не слушают политологов. Они к ним не обращаются. Они не обращаются к социологам, да. Тот, кто владел социологией, уже в начале августа, да, были, в принципе, понятны те результаты выборов, которые будут. Большое вам спасибо. Я напомню нашим зрителям, у нас в гостях был Александр Семенов, политолог, который сейчас позиционируется то, как известный, то, как неизвестный человек, который власти с руки ест, то, как человек, который действительно никогда, редко очень, я бы сказал, что никогда не ошибался, но, к слову, никогда не любит у нас в обществе. Поэтому, скажем, ошибок у меня было очень мало. Да, большое вам спасибо. Всегда ждем, потому что, наверное, поводов у нас с вами будет еще для встречи немало. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова